МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можете рассказать кратко о своей компании, что это за компания, чем она занимается и откуда такое необычное название? Компания «Пониэкспресс» была основана в России в 1992 году. В прошлом году мы отметили свое 20-летие. Она была основана двумя гражданами Америки, которые начали с одного офиса в Москве и небольшого представительства в Питере. Мы отправляли одно, два, три письма в день. Это было самое зарождение рынка экспресс-доставки. На сегодняшний день компания «Пониэкспресс» – это 3,5 тысячи сотрудников, порядка 500 автомобилей, современные складские комплексы, филиалы в 48 городах Российской Федерации, дочерние компании на Украине и в Казахстане. Основными направлениями деятельности является экспресс-доставка, также у нас есть услуги складской логистики, доставка товаров в дистанционной торговле и отдельно есть услуги, связанные с визовым сервисом. Мы работаем по контракту с посольством Польши, управляем визовым центром. – Хотелось бы поговорить, наверное, о том, какие секреты в своем управлении вы используете. Для начала, наверное, хотелось бы поговорить о персонале. Вы упомянули такой довольно значительный штат, специально 3,5 тысячи человек. Как набираете персонал? Я понимаю, у вас на рынке очень высокая конкуренция. Как отбираете персонал? Как тренируете, развиваете? Есть ли какие-то секреты? – Ну, секрет очень простой. В нашем бизнесе персонал – это 75% успеха. Это очень персоналъемкий бизнес, потому что всех клиентов надо объехать, с ними со всеми надо пообщаться, от них надо принять заявки. Поэтому персонал для нас очень важен. У нас достаточно мощная служба управления персоналом, которая занимается подбором. Есть собственные тренеры, которые обучают персонал. Ну, управляющий состав как подбирается с рынка, так и готовим сами из тех кадров, которые видим. Секреты. Ну, секрет очень простой. Человеку должно быть интересно, работа должна приносить ему удовольствие, и тогда он будет работать на благо. Мы постоянно совершенствуем свой персонал, постоянно его обучаем. А текучка кадров какая-то в связи с большой конкуренцией существует? Там от вас, с конкурентом, к вам, да? Текучка есть и была всегда. Я достаточно давно работаю в этой отрасли. Есть просто категория людей, которые часто меняют места работы, они приходят, уходят. Текучки между конкурентами особой нет, потому что условия у всех достаточно близкие. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но при этом мы стараемся сделать для своего персонала работу комфортной. Мы очень большое внимание уделяем тому, чтобы им было удобно. У нас есть достаточно развитые мотивационные программы, поэтому мы считаем, что персонал у нас очень важный фактор. Какие, например, мотивационные? Чем? У сотрудников есть медицинская страховка, мы проводим ежемесячные конкурсы на выбор лучшего сотрудника в каждом из подразделений. Среди филиалов, опять же, ежеквартально, ежегодно выбираются лучшие по определенным категориям. Регулярно проводим встречи для обучения менеджеров по продажам, для обучения курьеров, для обучения бухгалтерии. Развиваем. Хорошо. А вот с точки зрения применения, например, IT-технологий, и возвращаясь к персоналу, вы сейчас используете какие-то новинки в своей работе, как многие компании, там, планшеты какие-то, что-то там, все ли у вас сделано через интернет, что-нибудь на эту тему? Мы используем все новейшие технологии, постоянно смотрим, что новое появляется на рынке. Все наши отправления штрихкодированы, мы используем сетям штрихкодов для контроля и отслеживания отправлений. Наши курьеры оснащены терминалами сбора данных, специализированным оборудованием, которое позволяет в режиме реального времени учитывать информацию о приеме наших отправлений, о передаче на транзитные склады, о доставке. А клиент отслеживать это тоже? Клиент через интернет может все это отслеживать. На сайте компании существует личный кабинет, через который клиент может сделать все, начиная от заявки на заключение договора, заявки на вызов курьера, заполнение транспортной накладной, вплоть до получения оплаты счета. А большие грузы вообще можно через вас отправлять? Любые, не любые? Опасные еще есть грузы, категория какие-то, алкогольные, еще что-то? Отправлять можно любые, но надо понимать, что у каждой компании есть своя специфика. Мы, наверное, не возьмемся за перевозку крана весом 50 тонн куда-нибудь на дальний север. Но это просто не наш бизнес. Основное направление – это почтовые отправления, небольшие грузы весом до 30-40 килограмм. И также мы оказываем услуги по прямым отправкам машин. То есть клиент хочет отправить 20 тонн, например, в Новосибирск, мы подаем машину, и она прямо от клиента едет до точки назначения. Хорошо. А еще какие-то уникальные преимущества? Все-таки конкуренция высокая, таких компаний подобных ваших много. Все-таки почему клиент должен выбрать Pony Express? Мы всегда смотрим на это. Да, компаний много, на рынке много игроков. Но мы хотим дать нашему клиенту наилучшее качество по оптимальной цене. Но если смотреть, есть верх рынка – это DHL, достаточно известная компания, которая первая вышла на этот рынок. Это там верхний ценовой сегмент. И есть достаточно много маленьких компаний, которые существуют как в Москве, так и на локальных рынках. Клиент должен понимать, что обращаясь в DHL, он платит за имя, за мировой бренд. Обращаясь в маленькую компанию, он платит дешевле, чем Pony Express. Но если клиент делает отправки регулярно, он начинает немножко узнавать технологии и понимать, что его отправки достаточно под высоким риском. Курьеры, которые работают в городах, не всегда квалифицированы, не всегда полностью выполняют объем работ. Способ перевозок между городами – Россия – большая страна. Поэтому у нас европейцы периодически спрашивают, а почему вы не можете сделать всю Россию за 24 часа? Мы им объясняем очень просто. Ленинград, Южно-Сахалинск – 12 часов. Если самолет летит, это еще 12 часов. 24 часа кончилось. Нет времени забрать, доставить, обработать. Просто бегом. Физически, да? Да. В сутках 24 часа. Хорошо. А вот упомянули то, что у клиентов есть личный магазин. А как-то вы вообще с интернет-магазинами связаны? Личный кабинет. Личный кабинет, да. Через личный кабинет какие-то производить, закупки, покупки. Или вы сотрудничаете с интернет-магазинами? Как-то развиваете эту торговлю? Или вообще ваша нацеленность сейчас – это в основном Россия, доставка по России? Или вот международная доставка? Основной сегмент – это доставка по России. Мы видим себя там достаточно сильными. Первое или второе место на российском рынке в этом направлении. Поэтому мы его развиваем. Мы сотрудничаем с интернет-магазинами, с большинством российских. Клиент, покупая что-то на сайте интернет-магазина, может выбрать способ доставки по Аниэкспресс, и мы доставим ему товар в любую точку. В том числе мы оказываем услуги по приему наличных денежных средств и по приему карт. То есть клиенту не обязательно предоплачивать товар, он может сделать это при доставке. А вот недавно тут случился какой-то казус с Почтой России. Чем это было обусловлено? Заделали ли это вас? И что в связи с этим можно предпринять? И вы как-то будете в этом направлении работать? Ну, сразу скажу, мы не очень плотно работаем с Почтой России, поэтому нас этот казус не задел. Казус, на наш взгляд, связан с достаточно простой вещью. Но рынок доставки товаров в интернет-магазины, особенно зарубежных, растет в разы. Об этом пишут везде, это знают все. И единственный путь, вот такой достаточно дешевый, которым можно ввести это в Россию, всегда была Почта России. Как член Семьерного почтового союза, у нее есть определенные преференции. И они просто не справились с тем валом товаров, которые народ начал заказывать в зарубежных интернет-магазинах. Без сомнения, это возможность для всех игроков и для нас тоже. Мы активно смотрим на это направление и будем разрабатывать способы доставки. У нас же есть определенные наработки. Компания является таможенным брокером и может проводить очистку товаров из-за рубежа. Поэтому, да, это в планах на этот год. Но это уже надо работать с интернет-магазинами именно западными, через которые люди заказывают эти товары, да? Да. Так, ну еще хотелось тогда, наверное, немножко коснуться, вот в связи с большой конкуренцией, используете современные технологии. У вас какая информационная система? Как это все связано? Связано ли это между собой? Мы используем несколько информационных систем. Основная производственная информационная система – это наша собственная разработка. она постоянно совершенствуется и, в общем, она позволяет выполнить все операции, которые необходимы. Начиная, ну, полный производственный цикл, начиная от приема заказа. Вот через терминал сбора данных, да, это все сразу в эту систему попадает. Через терминал сбора данных, да, и заканчивая там выставлением и доставкой счета, отслеживанием ситуации по задолженности. Кроме этого, мы используем, ну, информационную систему достаточно стандартную, это 1С для кадрового учета и для бухгалтерского учета, но также, собственно, управленческую настройку, которая позволяет нам в режиме реального времени понимать, где мы, какая ситуация, что у нас с качеством, что у нас с себестоимостью. Можно узнать о каких-то там планах, перспективах развития компании Пониэкспресс? Вот на ближайшее время, мы упомянули уже там, вот интернет-торговлю зарубежную, что-то еще какие-то драйверы роста есть для компании Пониэкспресс? Как планируете быстро расти, там, сейчас все говорят, там, какой-то стагнации, может быть, там, в промышленности, экономике, или этого не чувствуется, или чувствуется? Конечно, это чувствуется, но чувствуется не в формате стагнации. Все больше наших клиентов говорят, а давайте что-нибудь сделаем вместе, давайте оптимизируемся, давайте улучшим сервис, при этом сохранив цену или уменьшив цену. По нашим оценкам, в 2009 году после кризиса рынок стагнировал, и это был единственный год, когда у него не было роста. С этого момента порядка 15-20% ежегодный рост, и в этом году мы не видим изменений. Наша цель, и это итоги прошлых лет, мы растем быстрее рынка порядка 30% ежегодно, собственно, так и надеемся расти дальше. То, что касается драйверов роста, ну, вот доставка товаров в интернет-магазины, и, в принципе, работа с частными клиентами, мы понимаем, что за этим будущее. То есть рынок B2B, он будет расти, но не так быстро, будет очень быстро расти рынок B2C. И мы активно развиваем направление, все с этим связаны. Кроме этого, мы смотрим на смежные нам рынки, ну, близкие. Это рынки складской логистики, рынки полноценной транспортной логистики. И используют как базу наш визовый сервис. Вот это, да, что называется, TPL-оператор? TPL-оператор – это складская логистика, управление запасами, да. Ну, да, это вот близкая отрасль. С точки зрения B2C, вот, используя наш опыт с визовым бизнесом, смотрим на то, что там находится близко к этому. Это какие-то, может быть, туристические вещи, продажи страховок, продажи билетов, ну, все, что связано с путешествиями. То есть это все будет развивать Пониэкспресс, да? Ну, это все есть в идеях, это все есть в планах. Там степень реализации разная. Что-то на уровне идеи, что-то на уровне бизнес-плана, что-то на уровне уже реализованного. Хорошо. Пятилетняя, скажем так, пятилетняя стратегия. Пятилетка, да, очень хорошо. Давайте о дальнейших планах компании Пониэкспресс и о секретах, которые нам рассказал сейчас Илья, рассмотрим в следующей части нашей программы. А сейчас рекламная пауза. В эфире реклама. Снова здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Секреты управления». Ее ведущие Александр Приколота и Константин Твердохлиб. Сегодня у нас в гостях Илья Арисин, генеральный директор компании Пониэкспресс. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Мы продолжаем разговор. Хотели поговорить, наверное, более подробно о том, как выстроены бизнес-процессы в компании Пониэкспресс. Насколько они эффективны. Применяются ли какие-то методики управления, типа бережливого производства. Может быть, что-то об этом. Мы начали заниматься бизнес-процессами где-то в 1998-1999 году. Одно время я руководил этим управлением, будучи начальником отдела бизнес-процессов. Мы считаем, что это очень важная составляющая, потому что она позволяет эффективно управлять и эффективно взаимодействовать. Компания достаточно большая, как я уже говорил, 3,5 тысяч человек. У нас порядка 70 подразделений. И вопрос того, как они взаимодействуют, он всегда важен. Одно время мы испытывали определенные сложности. Во-первых, всегда есть конфликт. Я не сталкивался ни с одной компанией, где его нет. Конфликт продавцов и производственников. Немножко разные цели, но разные задачи. На наш взгляд, нам удалось этот конфликт решить, построив процессы взаимодействия таким образом, чтобы все были вовлечены, занимаясь какими-то специфическими услугами, специфическими клиентами. Кроме стандартных продуктов есть различные разработки, в том числе доставка паспортов, транспортных средств для транспортных компаний, доставка запасных частей для больших компаний автопрома, перевозка горюче-смазочных материалов, опасных грузов. И нам удалось построить процесс взаимодействия и работы на этапе становления таким образом, что потом ни у кого не возникает вопросов. То, что касается используемых технологий, используемых идей, как я уже говорил, оптимальное соотношение цена-качество, к которому мы стремимся, цену диктует рынок. Цена – это то, за что наш потребитель готов купить ту или иную услугу. И работая над качеством и работая над снижением издержек, мы увеличиваем собственную прибыль. Мы занимаемся порядка 4-5 лет плавным внедрением философии, так называемой кайдзен, японской философии, которая была в свое время использована на Тойоте, и которая достаточно успешно внедрена на Горьковском автозаводе в одной из его частей. У нас изначально, конечно, тяжело, но японская философия и российская философия – немножко разные вещи. Но нам кажется, что нам удалось заразить людей самой идеей. На постоянной основе в компании существуют так называемые кайдзен-группы, которые… Они существуют в Москве на всех точках присутствия, они существуют во всех крупных филиалах, ну, в городах-миллионниках. – Туда входят люди из разных подразделений? – Туда входят люди из разных подразделений, туда входят рядовые сотрудники, которые на ежедневной основе видят, а что им мешает работать и что они могли бы улучшить. Принимаются абсолютно любые предложения. Начинают предложение, а давайте будем клеить наклейку не на этот бок коробки, а вот на этот бок коробки. Это позволит нам что-то сделать, заканчивая предложениями, а давайте купим собственный самолет. Ну, конечно, на них разное время реакции, на них, ну, разные подходы. – А купили, кстати, да, с вами нет еще? – Нет. – В планах есть? – Долгосрочная стратегия, не очень быстро. – Хорошо. – И это позволяет чувствовать вовлеченность людей. У них на первом этапе, они говорят, ну, зачем мне это надо, мне за это не платят, потому что сама философия не подразумевает оплаты за идею или за оплаты за внедрение. Но постепенно люди начали понимать, что когда их идеи внедряются, им самим становится легче работать, удобнее, комфортнее. И они делают сейчас это более эффективно. – А действительно не подсчитывается? То есть у вас есть вообще понятие какого-то подсчета эффективности? То есть разные распредложения, наверное, вносят разную, имеют стоимость даже внедрения, может быть, но и эффект какой-то. Кто-то подсчитывает, и вот если посчитали, что действительно принесло какую-то большую сумму прибыли, да, почему нельзя выделить премию? Или это принципиальное? – Конечно, можно выделить премию, но это происходит после того, как мы внедрили это предложение, посчитали эффект, поняли его и сказали, да, спасибо тебе большое, но не на этапе, там, скажи идею, дам 100 рублей. Вот, избежать вот этого. Ну, неправильно. Потом, конечно, ну, это в рамках выбора лучших сотрудников, в том числе и в производственной системе, Кайзен, которая, есть лучшие сотрудники, которые дали лучшие предложения по производственной системе. – Итоги подводятся как раз в год, как часто? – Ежеквартально, ежегодно, скажем так, более глобальный. – И подать распредложение вот это может любой, да, сотрудник? – Абсолютно любой сотрудник. – А если он подал предложение, он потом участвует в его реализации или нет? Или смотря какого подразделения на касается, может, не его подразделения, а соседнюю, смежную? – Может касаться смежного, может участвовать в его реализации, может не участвовать. Ну, нет стандарта. Мы понимаем, что у нас может работать сотрудник курьером, ну, по каким-то причинам он устроился курьером. Он подает предложение, связанное с оптимизацией транспортной логистики внутророссийской. Мы говорим, может быть, ты хочешь? Он говорит, да, я хочу. Я учился когда-то 10 лет назад в МАИ, меня там чему-то научили, и я хочу, мне интересно. И инициатива всегда поощряется. И компания дает широкие возможности карьерного роста для персонала. А учет всего этого как-то ведется? То есть человек, если подал распредложение, чтобы вообще обратная связь какая-то ему есть, что оно было у тебя рассмотрено, оно там отклонено, не отклонено, по каким причинам? Если пошло в действие, что с ним дальше было, вообще реализовано оно как-то? Конечно. Но это часть системы управления ресурсами, управления персоналом, управления предложениями. Все эти процессы регламентированы, учет ведется, и люди всегда видят, конечно. Но это есть система, она является частью системы менеджмента качества, где персонал и постоянные улучшения – это, опять же, одни из самых важных составляющих. Кроме этого, в компании есть система бережливого производства, так называемого. Это некая часть Кайзена, которая связана именно с сокращением издержек. Это там, где люди на систематической основе каждый день смотрят, где у них узкие места или где у них высокие издержки, и пытаются их сократить. Так было, опять же, не сразу. Первая была классификация, когда мы начинали смотреть, это издержки, потери. Есть классические, есть потери, но прямые. И это первое, что резко отсечь, да, сразу хороший эффект. Дальше начинаешь смотреть, когда уже потери какие-то не очень высокий процент составляют, издержки, где можно оптимизироваться, где можно что-то поправить, где можно получить синергию за счет взаимодействия подразделений или более тесного взаимодействия с клиентами и с партнерами. Хорошо. И тогда, наверное, такой вопрос. А вот, вы сказали, 70 подразделений. У вас есть там как транспортные какие-то подразделения? Это все, вот, какая структура вообще используете? Вы, ну, как много у вас с ваших, не знаю, основных средств? Вы все делаете своими силами? Вот мы тут упомянули про самолет. Вот как это все соотношение у вас? Мы используем собственный ресурс во всех городах для обслуживания городов. Мы, конечно, используем все авиакомпании, которые летают по России. У нас нет собственных самолетов пока что. К вопросу о собственном самолете. Ну, мы все не секрет ни для кого, что транспортная структура страны не в очень хорошем состоянии. И, конечно, большинство авиакомпаний ориентируются не на грузоперевозки, а на пассажиропоток. В связи с этим самолеты с более высокой грузоподъемностью постепенно выбывают из парков и поступают в самолеты, которые максимально ориентированы на перевозку пассажиров. Поэтому вот провозные емкости по России, они реально не увеличиваются. При этом увеличивается грузопоток ежегодно на 20-30%. Поэтому мы активно используем автомобильные перевозки везде, где это возможно, в режиме экспресс. То есть клиенту надо 1-2 дня до 1000-1500 километров. Мы достаточно активно используем железнодорожные перевозки, так называемые почтово-багажные вагоны. Ну, а все, что за Уралом, собственно, авиация. Выбора нет. А море? 1-2 дня экспресс. Мы пониэкспресс. Экспресс-доставка. Такая достаточно осторожная политика в области развития компании, она, наверное, в условиях такой конкуренции не позволяет компании вырваться вперед. Все-таки какие-то... Вот где еще идеи берете? То есть не копированием конкурентов, а где вы еще чувствуете точки роста, точки именно такого прорыва вперед? Мы берем идеи внутри, понимая, что мы умеем, где мы сильны, понимая опыт конкурентов, как вы уже сказали, да. Но, собственно, никто не придумал ничего нового. Достаточно давно все это есть. Но мы делаем из идеи, из направления определенный вектор. То есть мы говорим, да, мы идем на рынок B2C. И это не сделал еще никто. Мы 1 марта вышли на российский рынок с предложением для 20 крупнейших российских городов об отправках из регионов в Москву, отправлений от пункта приема до пункта выдачи. При средней стоимости отправления для клиента бизнес-то бизнес порядка 600 рублей, эта отправка стоит порядка 150-200 рублей. И им могут воспользоваться все, кто хочет сэкономить. Или кому, например, наоборот, неудобно ждать курьера целый день днем, чтобы у него забрали, и целый день вечером, чтобы оставили. Очень важны все информационные вещи. Мы постоянно развиваем онлайн-сервисы. Клиенты могут воспользоваться нашим сайтом, сделав там все операции, которые необходимы. И это тоже важное преимущество. Не все компании на российском рынке предлагают такой спектр. А на мобильных устройствах это тоже есть у вас приложение для андроида? Сейчас у нас нет приложения для андроида, у нас есть приложение для Windows. Но я думаю, что мы в ближайшее время это сделаем. Но развитие информационной системы – это один из векторов, это тоже одна из точек роста. Дать людям возможность понять заранее, когда он что получит, сколько он за это заплатит. И возможность прогнозировать свое время – это тоже важно. У вас есть некий калькулятор даже на сайте? Да, конечно. На сайте есть калькулятор, в приложениях есть калькулятор, который позволяет все это понимать заранее. А насколько вот эти технологии, которые вы используете, даже упомянули технологии Кайзен, вообще она там родилась на конвейере. Мы говорили в начале программы, что для вас, понимаем, что этот рынок на 75% связан с коммуникациями, взаимодействием людей. Насколько это здесь вообще прижилось? Тяжело ли это внедрялось? Внедрялось достаточно тяжело, потому что действительно философия для производства. Но в мире есть успешные примеры внедрения этого на рынке услуг. И, собственно, по сути, да, у нас не производство, не конвейер, у нас услуга. Но переложив простые конвейерные вещи на язык людей, когда они понимают, что они все часть большого механизма коммуникации, все те же самые коммуникации, они часть механизма, они должны понимать, что в зависимости от того, как они сделают свою небольшую часть работы, будет хорошо или не очень делать всем остальным. И от того, как сделают эту линейку все, получится конечный результат. Хорошо. Это о секрете управления. Шахматная партия. Есть интерес фигуры, есть интерес группы фигур, есть интерес партии, партии целиком. Вот, если руководитель видит интерес партии и может донести интерес группы фигуры, каждой фигуры до соответствующего подразделения, то будет успех. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что в эфире была программа секрета управления, ее ведущий Александр Приколота, Константин Твердохлиб и наш гость Илья Рисин. До свидания. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова